Казачье оружие Шашки на голову, уважаемые гости. Так в станице Некрасовской и Слабинского района сегодня встречали всех, кто приехал поучиться старинному казачьему искусству в фланировке. Кто-то скажет, что за танцы с саблями. Да, на лихой танец похоже. Но на самом деле это настоящие кавалерийские боевые приемы. И им посвятили казачий мастер-класс. На уроке школьники смогли не только познакомиться с казачьим оружием, но и увидели, как им владеют. Красивая фланкировка – это настоящее искусство. Но не только. Это еще и спорт. Посмотрите, как двигаются бойцы. Во время отработки развиваются практически все мышцы тела. Особенно руки. Казаки называют это кисть развязать. Кстати, фланкируют не только шашкой, но и нагайкой. По мне, выглядит даже эффектнее. Для новичков гораздо безопаснее. Уметь обращаться с шашкой в культуре казаков. Многие игры и забавы напрямую связаны с оружием или помогают развивать боевые навыки. Но не только это привлекает школьников. Интересует их и история казачества с ее доблестными победами. Я решил заняться казачьим делом, потому что у меня дед был казаком. И мои предки были казаками потомственными. И поэтому решил освоить ремесло своих предков. Я пошла недавно. Мне нравится заниматься, потому что мы там разбираем автоматы, приемы учим. Мастер-класс прошел в рамках тематической недели «Спорт. Норма жизни для казака». Наша станица Некрасовская, она исконно казачья станица. И поэтому казачье направление – это наше родное направление. Ребята, которые обучаются в нашей школе – это внуки, правнуки наших казаков, казаков-наставников. Очень важное направление казачье. На сегодняшний день оно представляет для всего края, для всей России огромное значение. Ну и, конечно же, мы чтим свято традиции казаков. Руководство района и атаман местного общества уверены, что казачьи классы и кружки – дело важное. Именно там школьники учатся быть верными друзьями и закаляют характер. Спорт – это очень важно, особенно для подрастающего поколения. Мы стараемся прививать им казачий дух, чтобы они формировали свой казачий характер, не боялись ничего и смотрели всегда вперед, никогда не отступали. Фланкировка – это из тех традиционных казачьих элементов, где именно этому и могут научить нашим казачьям. Патриотическое воспитание вообще очень серьезно развивается, это развивает вообще память о нашем прошлом. Это означает, что наш край и наш район – это казачий край, у нас уже две школы казачьих. Так что в этом направлении с молодежью очень большая работа проводится и в дальнейшем только больший наклон в этом направлении будем использовать. Сейчас казачество – это визитная карточка края. Казаки ведут фермерские хозяйства, охраняют общественный порядок. Со временем такие же задачи предстоит решать сегодняшним школьникам. Поэтому уже с малых лет они учатся дисциплине, трудолюбию, взаимовыручке и, конечно, боевым искусством. Евгений Кордыльский, Федор Фролов, Кубань-24, Усобинский район. Субтитры сделал DimaTorzok